Добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Наталья Старинова. Я старший юрист отдела по церковной благотворительности и социальному служению. И сегодня мы с вами проведем занятие на тему «Основы права для церковных социальных работников». То, что я провожу этот вебинар, связано с тем, что очень многие наши социальные работники сталкиваются с проблемами в понимании некоторых терминов законодательства. У многих есть пробелы в знаниях видов права, что можно делать с имуществом, что нельзя делать с имуществом, как разговаривать с учреждением, какие имеют полномочия и права директора учреждений медицинских или социальных, куда социальный работник может прийти, как договариваться с людьми, как устанавливать отношения с теми подопечными на дому, которым мы помогаем. В общем, вопросов возникает много, и поэтому мы проводим этот вебинар, он вводный. Мы не будем сегодня разбирать конкретные примеры договоров, это наше следующее занятие. На этом занятии мы с вами разберем основные термины и основные способы правового регулирования той деятельности, которой вы занимаетесь и занимается наш отдел. Первое, о чем мы с вами поговорим, это о законодательстве Российской Федерации и о том, как оно устроено. Система законодательства Российской Федерации включает в себя самый главный документ, это Конституция Российской Федерации. В ней закреплены основные права и свободы гражданина и человека. Об этом все знают, многие уже понимают, что Конституция это документ важный, и в общении с различными государственными органами или учреждениями можно ссылаться на права человека и гражданина, указанные в Конституции. Но при этом мы понимаем, что конкретная реализация этих прав, она урегулирована в следующем виде документов, это федеральные законы Российской Федерации. Поэтому мы понимаем, что просто сказать, у нас есть право на свободу совести, свободу вероисповедания, которое закреплено в Конституции, недостаточно. Нам нужно понимать, как именно мы его можем реализовать, что именно мы можем делать, как религиозная организация, как верующие люди, и на каком правовом основании. Следующий вид законов — это законы субъектов Российской Федерации, то есть тех регионов, где вы живете. Это край, область, город федерального значения. Тот конкретный регион, в котором вы проживаете. Это очень важный элемент нашего законодательства. Особенно этот элемент важен для социальных и медицинских вопросов, с которыми мы работаем. Потому что федеральное законодательство осуществляет общее регулирование, устанавливает общее правило игры, общее правило действий. Основные документы, которые касаются социальной защиты и медицины, они разрабатываются на уровне региона. Это связано с тем, что социальная сфера, согласно Конституции, и медицинская сфера относятся к совместному ведению Российской Федерации и региону. Что это значит? Это значит, как правило, то, что Российская Федерация субсидирует ведение социальной и медицинской деятельности в регионе. Но основное финансирование, основное предоставление имущества для государственных социальных и медицинских учреждений осуществляется субъектом Российской Федерации, вашим регионом. А это значит, что важно по вопросам социальной и медицинской деятельности государства взаимодействовать с местными органами социальной защиты и медицины. Как правило, это департаменты социальной защиты, ну или труда, или социальной защиты, или министерство, если самые главные государственные органы в вашем регионе называются министерство, и с департаментами здравоохранения. В каждом регионе они есть. Это может быть одно, какое-то министерство и департамент, который занимается и вопросами соцзащиты, и медицины. Зачем с ними разговаривать и о чем, и почему? Во-первых, субъект Федерации — это собственник того имущества, которое находится в распоряжении социальных и медицинских учреждений, куда вы можете приходить, помогать тем людям, которые находятся. Это важно понимать, потому что собственник имущества распоряжается этим имуществом, и если вы с ним не договорились, вы не сможете, например, сделать домовый храм, помещение какого-то медицинского учреждения. Кроме того, нужно понимать, что субъект Российской Федерации, ваш регион, является учредителем всех социальных и медицинских учреждений, кроме федеральных, ну, например, какие-то федеральные медицинские центры, но большинство из них находится в Москве и Санкт-Петербурге, в небольших городах, как правило, учредителем всех социальных и медицинских учреждений является соответствующий департамент. Это важно, потому что основные вопросы финансирования и порядка управления этими учреждениями государственными будет решать департамент социальной защиты. Это нужно запомнить. Кроме того, субъект Российской Федерации в лице своих государственных органов определяет правила действий, правила взаимодействия с государственными учреждениями, которые ему принадлежат, и, например, обсуждать вопросы, как составить типовые договоры взаимодействия с учреждением, как организовать труд добровольцев в каких-то учреждениях. Если учреждение не идет на контакт, это нужно обращаться в органы социальной защиты, управляющие, например, департамент соцзащиты. Если речь идет о больнице, то в департамент здравоохранения обращаться с разъяснениями и просить помочь организовать такое взаимодействие. Поэтому плотное взаимодействие с местными органами власти по вопросам социальной защиты и медицины очень важно. То есть недостаточно понимать, что есть Министерство здравоохранения в Москве или Министерство труда и социальной защиты в городе Москве. Нужно именно работать со своими местными органами власти. Особенно это важно для реализации закона о социальном обслуживании, который не так давно вступил в силу. Я думаю, что большинство из вас о нем уже знают и знают, что его значение для некоммерческих организаций довольно большое. Мы будем проводить по этому закону отдельный вебинар. Для него как раз очень важно понимать, что очень многие вопросы регулируются местным законодательством. Кроме того, есть разные подзаконные акты федерального уровня и субъектов Российской Федерации. Это приказы, постановления, разного рода программы. Эти документы тоже могут быть для вас важны. Например, также при реализации закона о социальном обслуживании, если вы захотите войти в состав реестра поставщиков социальных услуг и получать компенсации от государства за ту работу, которую вы делаете, вам нужно будет изучить подзаконные акты субъектов Российской Федерации. Например, постановление местного департамента о порядке вхождения в реестра поставщиков социальных услуг. Поэтому пренебрегать этими документами не нужно, и знать о том, что они бывают и имеют непосредственные действия, это нужно. Теперь мы поговорим об основных законах, которые важны для социального работника церкви. Первое – это вопрос регулирования деятельности религиозных организаций. Эти вопросы регулируют закон о свободе совести и религиозных объединений. Из этого закона можно узнать на ответы на вопрос, что такое, собственно, религиозная деятельность, на основании чего и почему церковь может вести благотворительную деятельность, почему церковь может создавать домовые храмы, по какому праву она делает, или на каком основании, тоже можно узнать из этого закона. Почему церковь может и имеет право получать поддержку от государства, тоже есть вполне понятные ответы на эти вопросы в этом законе. Подробно мы будем разбирать эти вопросы на нашем следующем вебинаре с приведением примеров, как можно организовать домовый храм. А сейчас вам нужно запомнить, что этот закон очень важен, и что он должен быть одним из настольных законов для социального работника. С его содержанием нужно будет ознакомиться. Следующий вопрос правового регулирования – это правовое регулирование благотворительной деятельности. Благотворительные деятельности и религиозные они одно и то же. Религиозная деятельность – это молитва, это совершение богослужений, обрядов каких-то. Благотворительная деятельность – это то, в основном, чем занимает социальный работник, когда собирает какую-то материальную помощь для кого-то и когда привлекает к своей работе добровольцев. Правовое регулирование благотворительной деятельности осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации. В нем мы находим ответ на вопрос, как оформить пожертвования, и законам о благотворительной деятельности благотворительных организаций. В этом законе написано, как регулируется оказание благотворительной помощи, что такое вообще благотворительная деятельность, кто такие благотворители, благополучатели и добровольцы, какие особенности управления благотворительной организацией, если вы вдруг решите ее зарегистрировать, что такое благотворительная программа и как ее составить. Ответы на все эти вопросы в этом законе. Мы тоже будем его на следующем вебинаре более подробно разбирать, но это нужно знать, что это следующий настольный закон для социального работника. С ним в своей работе все время нужно будет соотноситься. Достаточно важный вопрос – это регулирование социального обеспечения. Вы можете не переписывать номера документов, которые здесь указаны. В презентации есть материалы для скачивания. В общем, переписывать с нее ничего не надо. Вы сможете потом все себе напомнить, посмотреть в презентации. Есть несколько важных законов, которые нужно социальному работнику знать. Это о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, государственной социальной помощи, об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации и, соответственно, региональное социальное законодательство, законы о социальном обслуживании, например, вашего региона или законы о социальной защите в вашем регионе. Их тоже нужно знать Как раз в этих видах законов вы можете получить ответы на очень важные вопросы Что, собственно, такое инвалидность, как ее получить и почему ее дают С этим вопросом очень много людей обращается В общем, понимание того, что такое инвалидность и что государству инвалиду положено Кто является инвалидом, кто не является Это, в общем, один из профессиональных навыков социального работника Подсказать человеку-инвалиду, куда ему обратиться за помощью Помимо церковной или благотворительной организации Это важно, потому что сам инвалид, понятно, не может ориентироваться с вашим профессионализмом в законодательстве Потому что его способность действовать нарушена, как правило Какая помощь может быть получена от государства? Что такое пособие? Чем они отличаются от услуг? Например, закон о государственной социальной помощи нам скажет о том, какие есть пособия Малоимущим и многодетным Закон о социобслуживании рассказывает о том, как помогать делам Что такое помогать делам? Как это урегулировано? На каком основании это можно делать? Как договариваться с нашим подопечным, человеком нуждающимся в помощи или клиентом? Как закон называет этого человека? Как гражданам получить социальную поддержку от государства? Что он может требовать? Что ему нельзя требовать? В каком порядке он может требовать от государства помощи? Кроме того, социальный работник из этих законов узнает, как называется его деятельность Как она регулируется законом Как именно то социальное служение, которое ведет приход, называется государственным языком И социальный работник, во-первых, сможет с государственными органами разговаривать на понятном языке А во-вторых, может помогать тем людям, которые обращаются к социальному работнику Если он будет достаточно хорошо понимать терминологию законов И, например, терминологию тех ответов, которые гражданин получает из органов социальной защиты Куда он обращался и чего-то не получил Вы сможете ему помочь и подсказать Что положено инвалиду, что положено многодетной семье Что и как положено ребенку-инвалиду Что положено малоимущим Какую деятельность ведут государственные социальные учреждения Все есть в тех законах, которые я назвала И, что очень важно, в вашем местном социальном законодательстве Сейчас достаточно хорошо устроены сайты органов социальной защиты в большинстве регионов Насколько я смотрела И, по крайней мере, основные нормативно-правовые акты Законы и подзаконные акты Они на этих сайтах выкладываются Даются разъяснения, делаются публикации по каким-то новшествам И ознакомливаться с тем, что происходит на сайтах департаментов Или министерств социальной защиты в регулярном порядке Это очень полезно для понимания, как помочь людям Потому что понятно, что церковь не может заменить собой государство Не может взять на себя все социальные функции Государству это было бы очень странно Потому что налоги-то все платят государству И, в общем, в каких-то случаях помощь человеку нуждающемуся Консультация может оказать очень большую поддержку Если он, допустим, нуждается в инвалидной коляске И мы не можем ему купить, допустим, какой-то сельский приход Но мы можем понять, что этому инвалиду какая-нибудь инвалидная коляска положена от государства Она включена в индивидуальную программу реабилитации И он может от государства этого добиваться Или можно помочь ему этого добиться Это уже очень весомая поддержка Если своих собственных финансовых средств на закупки не хватает И их просто нет и невозможно вставлять Поэтому знание законодательства социального, государственного Это очень важно для социального работника Это профессиональный навык социального работника Подсказать человеку, куда обратиться и в каком порядке Вопросы социального законодательства мы тоже будем разбирать отдельно И права инвалидов у нас будет отдельный вебинар И у нас будет отдельный вебинар по закону о социобслуживании Как я уже говорила Зачем вообще нужно знать законы социального работника? Некоторые моменты я уже пояснила Во-первых, это конкретная помощь конкретным людям Что-то добиться от государства Потому что, к сожалению, очень часто приходится людям сталкиваться с некомпетентностью О социальных работников государства Люди возвращаются с какими-то отписками оттуда Не могут ничего выяснить Часто им даже хамят там и отправляют ни с чем Несмотря на то, что у них есть какое-то право на получение социальной помощи И в этой связи, если человек находится в трудной жизненной ситуации Он может быть психологически сломлен, он может быть тяжело болен Кто-то должен быть со стороны Кто мог бы ему подсказать, помочь сориентировать Или же сходить вместо него Либо проинструктировать его родственников Это очень большая поддержка для тех людей Которые находятся в трудной жизненной ситуации Это мы очень хорошо понимаем По нашему юридическому приему Который у нас проходит в отделе Помимо жилищных вопросов Один из наиболее распространенных вопросов С которым к нам приходят Это неправомерные, некомпетентные действия социальных органов государства Следующее, зачем нужно знать законы социальному работнику Это упорядочивание собственной деятельности И снижение правовых рисков Например, если вы знаете, что такое социальные услуги Вы понимаете, что человек, который нуждается в помощи Которому вы приходите домой Это человек, который получатель социальных услуг Он является получателем социальных услуг А вы поставщиком социальных услуг И вы знаете, что вы можете по этому поводу составить с ним договор Урегулировать ваши отношения Описать их каким-то формальным образом Вы понимаете, что если придут вдруг Одновременно с вами к нему в гости недовольные родственники Вы сможете пояснить, в каком праву, в связи с чем И как-то вы здесь оказались в чужой квартире Потому что если вы просто приходите в гости И никак это не оформили Недовольные родственники могут озадачиться Какими-то вопросами Не хотите ли вы тут обмануть бабушку какую-то Соседи опять же могут начать задавать вопросы вам И вот это упорядочивание деятельности Какое-то ее правовое регулирование Оформление документов, которые подтверждают ваши права И обязанности по отношению к тем людям С которыми вы общаетесь Которым вы помогаете Или тем, которые помогают вам Благотворительные добровольцы Это очень важно и в ситуациях конфликтов В ситуациях недопониманий Если все урегулировано И все достаточно хорошо описано в договорах В каких-то соглашениях В каких-то ваших внутренних документах Это очень сильно снижает ваши резки Поэтому владеть материалом крововым нужно И, соответственно, зачем это нужно знать закон Это корректное выстраивание диалога с органами и организациями Очень многие наши социальные работники Не вполне понимают В чем разница, например, между государственным учреждением Таким, как психоневрологический интернат И государственным органам Им представляется, что, например, у психоневрологического интерната Есть некие властные полномочия От отношений тех людей, которые там живут Они могут им приказывать, указывать, распоряжаться их жизнями Перенаправлять в свободном порядке Заставлять лечиться В общем, этого нет И разницу между властными полномочиями государственных органов И функциями бюджетных государственных учреждений Тоже нужно понимать социальному работнику Для того, чтобы в каких-то случаях не бояться Выстраивать корректный диалог с руководителем социального учреждения Где находятся там те люди, которым вы помогаете Либо понимать, что с государственными органами В некоторых случаях дискутировать не нужно Потому что они реализуют свои властные полномочия В соответствии со своими регламентами Рассмотрим теперь, что такое правоотношения Чем они отличаются от обычных отношений И их понятия рассмотрим Правоотношения — это урегулированные нормами права Общественные отношения, участники которого Обладают взаимными правами и обязанностями Гарантированными государством Во-первых, нужно запомнить, что правом, законами Или какими-то документами, основанными на законе Регулируются именно отношения Поэтому вы будете понимать, что законы применяются К тем отношениям, в которые вы вступаете Во-первых, вы сначала рассматриваете ваши отношения с человеком Является ли он для вас получателем помощи Являетесь ли вы для него помогающей организацией Думаете о том, как это называется с точки зрения закона Например, оказание услуг бесплатное И, соответственно, вы можете это описать в своем договоре И урегулировать эти отношения, как я уже говорила, на случай конфликта А кроме того, нужно понимать, что когда мы регулируем отношения Какими-то документами Эти документы описывают права и обязанности сторон Вот этот момент нужно запомнить Потому что очень многие люди, которые нуждаются в помощи Или даже наши социальные работники Не очень понимают, что такое договор, что такое документы Есть такое представление, что договор – это некая бумага Бумага, которую закон требует подписать Но это совсем не так Договор определяет ваши права и обязанности Это та причина, по которой его нужно читать очень внимательно И когда он будет составляться в его составлении Социальный работник должен участвовать вместе с юристом Или если у вас юриста нет и вы пока не нашли юриста-добровольца Вам нужно будет это делать какое-то время самостоятельно Почему это важно все? Потому что все документы определяют права и обязанности Которые нужно будет либо реализовать в каком-то порядке, если это права И обязанности в каком-то порядке нужно будет выполнить Поэтому невнимательно относиться к документам совершенно нельзя К сожалению, это часто происходит, очень часто Особенно часто это происходит с нашими подопечными С теми людьми, которым мы помогаем Они подписывают, все подряд не читая И очень много проблем возникает в социальных связи с этим В связи с невнимательным отношением к документам Если социальный работник будет рядом И сможет дать совет по повышению внимательности и бдительности Какой-нибудь бабушке, которая собирается заключить договор о ренте Или вдруг внезапно она решила заключить договор о дарении С каким-то незнакомым человеком Можно будет ей помочь, подсказать, предостеречь Это тоже достаточно важно Можно ли не обращать внимания на все это регулирование отношений? Разумеется, всегда можно ни на что не обращать внимания Но дело в том, что обеспечение исполнения обязательств Это государственные принуждения Соответственно, если вы подписали какой-то договор То вас могут по суду принудить его исполнять Я рассказываю это не только с точки зрения вашей социальной работы А с точки зрения всех тех документов Которые вам и в своей частной жизни приходится подписывать И когда вы сталкиваетесь с теми людьми Которые оказались в трудной жизненной ситуации Из-за того, что они подарили квартиру или еще что-то такое Вот эти моменты нужно понимать Что документы это не просто нечто, что нужно подписать Кто может участвовать в правоотношениях? Это очень важный момент О том, кто те люди или организации С которыми мы вступаем в отношения Договариваемся, участвуем в их деятельности Участвуем в их жизни Участники правоотношений Это, во-первых, физические лица Во-вторых, юридические лица А также организации и органы Не являющиеся юридическими лицами Что нам нужно знать об этих участниках правоотношений? Физические лица Это люди Они могут обладать разными свойствами Которые имеют значение для урегулирования ваших с ними отношений Во-первых, это могут быть граждане Иностранные граждане и лица без гражданства Гражданин Российской Федерации В целом имеет права на социальную защиту На медицинское обеспечение Без каких-то дополнительных вопросов к нему Если он соответствует каким-то частным условиям Например, для инвалидности У него должно быть нарушено нарушение здоровья По зубности самостоятельно себя обслуживать Тогда ему присваивается инвалидность И тогда он может получать какие-то права как инвалид Но в целом граждане обладают всеми правами Которые Конституция дает Которые дают федеральные законы И иностранные граждане Это, например, беженцы из Украины У нас сейчас достаточно много вопросов возникает С иностранными гражданами сложнее Право на социальное обеспечение Такое, как пенсионное обеспечение На медицинскую помощь Не связанную со срочной медицинской помощью Они получают при определенных условиях Поэтому с ними нужно принимать во внимание Какие документы у них есть На каком основании они здесь проживают Вид на жительство у них есть Или разрешение на временное пребывание Если вам приходится иметь дело с помощью иностранных граждан Я вам советую посмотреть вебинар у нас на сайте Диаконии Который связан именно с помощью беженцев У нас проводил его юрист Ольга Дзесяк Второе важное свойство людей Это то, что они могут быть полностью дееспособными Ограниченными в дееспособности И недееспособными С недееспособностью возникает очень много вопросов Есть представление, что это невозможность физическая что-то делать Но эти понятия могут быть связаны А могут быть и не связаны Недееспособность Это немного другое понятие Оно правовое И с физической дееспособностью связано совершенно необязательно Начнем мы с правоспособности гражданина Способность иметь гражданские права и нести обязанности Признается в равной мере за всеми гражданами Правоспособность гражданина возникает к моменту его рождения И прекращается смертью Это нужно понимать относительно всех граждан Которые проживают в России так или иначе Кроме того, нужно понимать вот этот момент Относительно тех людей, которые лишены дееспособности Или в ней ограничены То, что иногда возникает представление Что те люди, которые проживают в психоневрологических интернатах И недееспособны при этом Они не имеют больше никаких прав Ни права на свободу совести Ни права на выход из этого заведения Никаких прав пользоваться мобильным телефоном Или еще чем-то Тем не менее, это не так Правоспособность Способность иметь права, например, на ту же самую свободу совести Она признается в равной мере за всеми гражданами Например, право на жизнь Точно так же им обладает тот человек Который проживает в психоневрологическом интернате Мы же не можем его лишить жизни Потому что он недееспособный Поэтому путать недееспособность Неспособность обладать правами не нужно Дееспособность гражданина Что это, собственно, такое? Это способность гражданина Своими действиями приобретать и осуществлять Гражданские права Создавать для себя гражданские обязанности Их гражданские дееспособности Она возникает в полном объеме С наступлением совершеннолетия То есть в нашей стране это 18 лет Что это значит? Что своими действиями Человек вступает в те или иные отношения Урегулированные права Как правило, это договорные отношения Если говорить ближе к реальности Способность заключать договора Например, договор купли-продажи квартиры Или, например, договор дарения Или еще какого-то распоряжения имуществом Передать что-то в аренду Вот эта способность самостоятельно Заключить какую-то сделку Она называется дееспособностью Соответственно, когда человека лишают недееспособности Лишают дееспособности или ограничивают дееспособности Это значит для вас, для гражданина Что он не может или ограниченно заключает какие-то сделки Нужно понимать, что в случаях и в порядке Которые установлены законом Гражданин может быть признан судом недееспособным Это очень важно запомнить Потому что недееспособным гражданином признает только суд Если нет судебного решения О лишении гражданина дееспособности Этот человек является дееспособным Он полностью сам за себя всегда отвечает Сам подписывает все документы Соответственно, если гражданин судом Есть судебное решение Лишен дееспособности О способности заключать договора Самостоятельно подписывать их То от его имени сделки совершает его опекун Как законный представитель Соответственно, если вы знаете, что человек был судом Лишен дееспособности Вы знаете ответ на вопрос Кто должен писать с вами договор Например, об оказании социальных услуг Если у вас добровольцы, например, ходят Помогают этому человеку Безвозмездный договор социальных услуг Это будет И подписывать за этого человека этот документ Будет его опекун, если он назначен Кроме того, нужно понимать Что в тех учреждениях, где проживают недееспособные люди С психическими или умственными нарушениями Опекуном этих людей является само учреждение Это довольно странное положение нашего законодательства Потому что возникает очень сложный конфликт интересов Сейчас в связи с введением вступления в силу Закона о соц. обслуживании Мне это стало особенно понятно Во-первых, интернат является тем учреждением Которое предоставляет социальные услуги Гражданин Например, такая услуга, как обеспечение проживания С другой стороны, он является опекуном Который от имени этого недееспособного Заключает договора И получается так, что интернат сам с собой Подписывает договор о доказании социальных услуг То есть директор Иван Иванович Подписывает и за подопечного, и за учреждение Совершенно понятно в этой ситуации Что проконтролировать со стороны Качество оказываемых услуг становится невозможно Туда приезжают периодически какие-то органы Распотребнадзор, прокуратура, Росздравнадзор Они проверяют соблюдение порядков Но насколько качественно Каково качество жизни человека, проживающего в интернате Насколько ему там комфортно, если можно сказать Или есть какие-то у него проблемы Или, например, учреждение издевается над людьми, которые там проживают Невозможно Потому что законный представитель, который должен заботиться о человеке, проживающем в интернате То само учреждение и есть С этим пытаются люди бороться Сейчас есть законопроект Сейчас, который меняет такую систему С тем, чтобы опекунами могли быть и сторонние лица Если этот законопроект будет принят То опеку над проживающими в интернатах Смогут брать в том числе и приходы И другие некоммерческие организации И так можно будет лучше присматривать за теми людьми Которые лишены всех родственников И упрятаны психонепрологические интернаты Но основное, что нужно сейчас запомнить Это, что гражданин может быть признан недееспособным только судом Если этого решения суда нет, то он недееспособен И то, что сделки от имени гражданина, признанного недееспособным, совершает его опекун Кроме того, не так давно у нашего гражданского законодательства Появилось понятие ограниченная дееспособность И она относится теперь не только к алкозависимым или наркозависимым Как раньше, только им можно было устанавливать ограниченную дееспособность Но сейчас ко всем людям, которые нуждаются в попечителе Можно устанавливать по суду ограниченную дееспособность Это значит, что некоторые небольшие бытовые сделки Ну, покупки в магазинах, например Какие-то покупки, не знаю, там, билетов Какой-то отдых гражданин может совершать сам Но, допустим, крупные сделки, такие, допустим, как продажи квартиры Он не может совершить без согласия попечителя Это нужно для тех людей, чья социализация В силу их умственных нарушений Или в силу того, что они там долгое время находились в учреждении Она немного снижена Они не вполне отдают себе отчет в том, что они делают Не вполне понимают суть своих действий И, в общем, для такого присмотра за людьми с отклонениями Был введен как раз вот этот институт ограниченной дееспособности Не так, чтобы он вообще ничего не мог с правовой точки зрения делать А чтобы он мог делать те действия, которые он понимает А какие-то серьезные сделки он не заключал без присмотра Это важно знать, если вы имеете дело с теми людьми, у кого есть расстройство Не обязательно его сейчас полностью лишать дееспособности Можно ее немного ограничить И он сможет более-менее самостоятельно жить без постоянного присматривания за ним Ограниченная дееспособность тоже устанавливается судом Опека и попечительство устанавливается для защиты прав и интересов Недееспособных или неполностью дееспособных граждан Это важно понимать, что опекун – это не хозяин подопечного Опекун является тем человеком, который должен защищать права и интересы недееспособных Во-первых, это нужно знать для того, чтобы, если вы встречаетесь с опекунами Которые плохо обращаются со своими подопечными Или вы понимаете, что опекун учреждения социальных, где проживают недееспособные люди Например, психоневрологический интернат Они плохо выполняют свои обязанности То можно говорить о ненадлежащем исполнении имя своих обязанностей И лишать их опекунства в некоторых случаях Потому что основная их задача – это не полностью распоряжаться жизнью и имуществом подопечного А защищать его права и интересы Кроме того, раньше в законе не было сказано А сейчас это сказано достаточно ясно Что опекун или попечитель, прежде чем принять решение относительно человека Должен спросить его согласие и учитывать при принятии решений его интересы и его мнения Поэтому эти моменты, когда общаетесь с опекуном или попечителем чьим-то Тоже принимайте его внимание и спрашивайте у них согласились Если они, допустим, с вами заключают какой-то договор Спрашивайте у них согласен ли их подопечный на то, что вы собираетесь делать Опекуны или попечители назначаются органами опеки и попечительства Опекуны могут быть представителями подопечных в силу закона И совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки То есть им не нужна отдельная доверенность Они в силу закона действуют Важно понимать, что они назначаются только органами опеки и попечительства Назначение опекуна без этих органов невозможно То есть бесполезно в какие-то другие органы за этим обращаться Опекуны совершают сделки сами То есть фактически поставят подпись на договоре А попечители дают согласие на совершение тех сделок Которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно Какие это сделки, это определяется в решении суда А теперь поговорим о юридических лицах Достаточно много возникает вопросов По поводу, нужно ли регистрировать некоммерческую организацию или не нужно В общем, мы сейчас это попробуем рассмотреть Во-первых, что такое юридическое лицо Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество И отвечает им по своим обязательствам Может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права И нести гражданские обязанности Быть листцом и ответчиком в суде Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц В одной из тех организационно-правовых форм, которые предусмотрены гражданским кодексом У большинства из вас есть место работы Насколько я понимаю, как правило, это приход или епархия Приход или епархия является юридическим лицом Для того, чтобы понять, нужно ли вам регистрировать какое-то другое юридическое лицо Нужно будет ответить на несколько вопросов самим себе Для того, чтобы обдумать этот вопрос Я вам их назову Вот основные признаки юридического лица Вы сможете их почитать Если вам нужно, чтобы у вас была организация с обособленным имуществом Вы понимаете, например, какой-то организации, которую вы зарегистрируете Кто-нибудь обещает пожертвовать какое-нибудь имущество, чтобы она им пользовалась И вы понимаете в этой ситуации, что вам нужно зарегистрировать другое юридическое лицо Или, например, у вас большой проект И вам нужно нанимать много людей, которые будут заниматься этим проектом И нужна отдельная целая структура для того, чтобы все это делать Выплачивать им зарплату, организовывать Должно быть отдельное руководство Потому что, например, ваш батюшек-настоятель с этим уже не будет справляться Он не сможет вникать во всю эту деятельность То в этом случае, может быть, тоже нужно будет зарегистрировать новое юридическое лицо Можно на эти признаки посмотреть и обдумать Нужно ли вам дополнительное юридическое лицо, помимо места вашей работы Первое, что нужно учитывать, это объем имущества, передаваемый юридическому лицу Если, например, кому-то передается здание или строение Ну, бывает, иногда государственные органы готовы передать какое-то здание или строение Но, например, не могут передавать это религиозным организациям Потому что они в своих документах написали, что передают только общественным Это разные виды организации Они вам передать не могут, но готовы передать общественной организации Если она у вас есть и зарегистрирована, то, в общем, вы можете претендовать на какое-то такое имущество Второе, что нужно понимать для себя, для того, чтобы определить, нужно ли вам отдельно на кого регистрировать Это объем финансовых действий, для которых необходим отдельный расчетный счет Если вы получаете в месяц три пожертвования по 300 рублей, то зачем вам отдельный расчетный счет? Они могут поступать на счет прихода Для этого необязательно содержать свою бухгалтерию, для того, чтобы это учитывать Если ваши пожертвования небольшие и не окупают новую организацию, то регистрировать ее незачем И вы должны это решить для себя сами То есть нет таких случаев, когда вы обязаны зарегистрировать отдельное юридическое лицо Необходимость отдельной организационной структуры со своими целями и задачами Это я говорила, тоже причина для регистрации нового НКО Необходимость отдельного относительно независимого управления Количество людей и организаций, с которыми будет взаимодействовать новое юридическое лицо Как правило, на сельских приходах нет никакой необходимости Юридические лица регистрировать, потому что, в общем, приход совсем достаточно спокойно справляется сам Если вы работаете в городе, у вас очень много подопечных, их сотни Или у вас сотни жертвователей, или вы плотно работаете с государственными органами И осуществляете какое-то серьезное сотрудничество То, возможно, в этой ситуации вам какое-то новое юридическое лицо понадобится Ну и нужно принимать внимание, возможности организации содержать саму себя Если у вас нет денег ни на бухгалтера, ни на директора, ни на сотрудников этой организации То регистрировать вам ее не надо То есть это тот вопрос, на который вы обычно сами себе отвечаете Нужно ли вам регистрировать отдельное юридическое лицо Государственные органы и учреждения Это не одно и то же Государственные органы – это, например, департамент социальной защиты Или департамент здравоохранения Чем они отличаются от всех остальных? Тем, что они обладают определенными властными полномочиями Которые закреплены в тех нормативных актах, которыми они в своей деятельности регулируются Как правило, это положение в соответствующем департаменте И там определено, какие властные решения, обязательные для исполнения, этот орган может принимать Соответственно, если вы ведете речь о том, чтобы заключить какое-то соглашение С каким-то государственным органом И вы хотите понять, что вы можете делать и что вы можете в этом договоре написать То вы читаете положение об этом государственном органе Например, департамент социальной защиты И оттуда вы понимаете, какими вопросами этот государственный орган ведает По каким он может принимать те решения, которые вам хотелось бы с ними обсуждать На которые вам хотелось бы влиять И вы можете, исходя из этого, составить с ними договор Например, департамент социальной защиты управляет учреждениями социальной защиты в вашем регионе Соответственно, вы понимаете, что вы можете написать в договоре согласование порядка посещения этих учреждений Вы можете на встречах с департаментом социальной защиты обсуждать эти порядки Разрабатывать регламенты взаимодействия Соответственно, поскольку у департамента социальной защиты есть властные полномочия Может, эти типовые договора сотрудничества, которые вы обсудили и разработали на ваших встречах с департаментом Разослать под социальным учреждением Про государственные учреждения Большинство социальных учреждений или медицинских находятся, как я уже говорила, в собственности субъекта федерации И они находятся под управлением субъекта федерации того региона, где вы проживаете Они очень сильно зависят от учредителя Учредителем, как правило, является департамент социальной защиты, если это социальное учреждение И департамент здравоохранения, если это медицинское учреждение Именно учредитель решает ключевые вопросы управления этим учреждением Во-первых, учредитель согласовывает смету этого учреждения Если вы хотите, чтобы, например, директор какого-то интерната психоневрологического Ну или обычного интерната для инвалидов так называемого общего типа Предоставил вам какое-то имущество Например, закупил компьютер, чтобы вы могли заниматься со своими подопечными компьютерной грантностью Или, например, закупил какие-нибудь реабилитационные оборудования На котором вы будете заниматься с подопечным Нужно понимать, что просто потребовать от руководителя этого сделать нельзя Потому что у него есть согласованная смета В рамках которой он действует Эту смету утверждает департамент социальной защиты Или министерство, как у вас в этом регионе называется Кроме того, учредитель, департамент соответствующий Решает вопросы со штатным расписанием Поэтому просто потребовать от директора, чтобы он вам выделил штаты Или жаловаться на него, что он каких-то штатов не добирает Достаточно бесполезно Потому что вопросы со штатами решает учредитель Директор очень сильно от учредителя зависит И, в общем, насколько хорошо его учреждение будет жить Зависит от его пробивной силы в вышестоящих организациях Ну, насколько хороший директор или насколько он плохой Это, в общем, определяется, как живут его подопечные Но не всегда ваше представление о том, что директор чего-то не хочет делать Или делать что-то плохо Обусловлено тем, что вот он сам как бы некачественно работает Это обусловлено тем, что департамент соцзащиты просто экономит на этих учреждениях Что нужно знать про социальные и медицинские учреждения У них нет властных полномочий Они не могут приказывать и указывать кому-то Они выполняют конкретные функции Социальные учреждения оказывают социальные услуги Медицинские учреждения оказывают медицинские услуги И те люди, которые там находятся, являются клиентами этих учреждений Они не являются их собственностью, они не являются их рабами Они не являются их крепостными И, соответственно, то, что они находятся в этом учреждении Не значит, что у них исчезли вдруг все права Например, право на свободу совести и свободу вероисповедания В больнице, если человек туда помещен И ему оказываются медицинские услуги За ним точно так же сохраняется право на свободу совести и свободу вероисповедания И за ним сохраняется право на посвящение его священнослужителям С руководством учреждения можно обсуждать порядок посещения Но так, чтобы вы не мешали работе самого учреждения своим приходом Если там пришли добровольцы или просто священник навещает больных в больнице О порядке посещения можно договариваться Но слушать, что я тут главный и я вас не пущу, в общем, не нужно Нужно корректно разговаривать о реализации прав тех клиентов В которых эти учреждения обслуживают Эти учреждения оказывают услуги Они не принимают властных решений То есть властные решения директора Они определяются только в соблюдении порядков посещения, например И жизнью и правами людей они не распоряжаются Это важно понимать Разумеется, не нужно вступать в конфликт с этими учреждениями Но знать, что, в общем, это учреждения, которые просто обслуживают своих клиентов И не нужно уж прям перегибать палку в противодействии вашему присутствию Это нужно знать из себя, понимать Теперь мы поговорим о правах Некоторых, с которыми возникают вопросы К сожалению, очень много вопросов возникает по собственности Хотя, в общем, это понятие, которое нужно знать всем Независимо от того, где и кто работает Поскольку все мы являемся гражданами Все мы так или иначе той или иной собственностью обладаем И второе, почему возникает больше всего вопросов Это право оперативного управления Что касается собственности Собственник – это человек, который полностью обладает той или иной вещью Движимый или недвижимый Ему принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом Сейчас на слайде вы видите цитату из гражданского кодекса Которая говорит нам о том, что Собственник по своему усмотрению, своей волей распоряжается своим имуществом Соответственно, мы понимаем, что если имущество находится в собственности Субъекта федерации, то распоряжается им вовсе не директор И тем более не кто-то из нас, социальных работников или юристов Или еще кого-то И нужно договариваться с собственником Соответственно, в лице государственных органов О том, чтобы он распорядился этим имуществом так Чтобы предоставил его вам безвозмездное пользование для организации домового храма Второй момент, который возникает часто в разговорах В консультациях социальных работников Это как убедить собственника распорядиться имуществом Как заставить, как обеспечить так, чтобы он нам предоставил какое-то помещение Какие юридические способы повлиять на собственника имущества Чтобы он нам его предоставил Например, как нам заставить государственные органы дать нам субсидию Какой-нибудь Правильный ответ – никак Собственник своей волей самостоятельно принимает решение О распоряжении своим имуществом Если вы можете с собственником договориться То вы договариваетесь, например Вы обращаетесь в департамент имущества, чтобы вам предоставили то или иное помещение Он на это согласен Либо вы действуете в том порядке, в котором собственник предлагает вам действовать Например, вы читаете какой-то местный закон о порядке предоставления субсидий Социально ориентированным некоммерческим организациям И подаете заявку в этом порядке на предоставление субсидий То есть как-то заставить, убедить, повлиять на собственника каким-то правовым образом Чтобы он сделал выбор именно в пользу вас Как правило, нет Поэтому либо вы знакомитесь с порядками, либо вы договариваетесь лично с собственниками В лице государственных органов, если речь идет о государственном имуществе Способы правового формирования, соответственно, вы определяете, исходя из того, о чем вы договорились Кроме того, достаточно много возникает вопросов по безвозмездному пользованию Как правило, у религиозной организации вашего прихода или епархии Имущество находится в безвозмездном пользовании Ну, то есть здание, строение помещения, которые переданы церкви и государствам Как правило, это безвозмездное пользование При безвозмездном пользовании без согласования с собственником Распоряжаться этим имуществом нельзя Поэтому, например, если вы хотите сдать в аренду какое-то церковное помещение Или предоставить его еще кому-то в безвозмездное пользование Даже учрежденные вами некоммерческой организацией Вы должны согласовать с собственником Иначе это имущество у вас просто могут отобрать И такой вид права, как оперативное управление Сейчас мы ведем речь только о государственных учреждениях и казенных предприятиях Они имуществом обладают на праве оперативного управления Они им владеют и пользуются, но распоряжаются этим имуществом Согласие собственника имущества Вот те социальные и медицинские учреждения, в которые вы чаще всего приходите И иногда пытаетесь там организовать домовый храм Они, как правило, теми зданиями, где вы хотите домовый храм организовать Обладают на праве оперативного управления И без согласия собственника, опять-таки, не могут вам предоставить помещение в пользование Поэтому говорить, как заключить договор безвозмездного пользования Ну, сначала спросить у собственника И если он разрешит, тогда уже можно обращаться к юристам Или самим пытаться составить договор безвозмездного пользования Какой-то комнатой, где вы собираетесь делать молельную комнату или домовый храм Теперь мы поговорим кратенько об обязательствах О договорах, в первую очередь Что такое договор? К сожалению, большинство граждан, которые обращаются к нам на юридическую консультацию И очень многие социальные работники не очень понимают, что такое договор И мы знаем, что в России эта проблема распространена Подписывать, подмахивать, быстренько ставить свою роспись На некой бумажке со словом договор Она, в общем, развита И в связи с этим возникают просто миллионы проблем С которыми мы сталкиваемся каждый день Поэтому я решила пояснить, что такое договор Договор – это не та бумажка, которую вам нужно подписать для того, чтобы исполнить закон Договор – это способ возникновения гражданских прав и обязанностей То есть, когда вы подписываете договор Вы не исправляетесь от закона, который что-то требует Вы берете на себя права и обязанности Как я уже обращала ваше внимание Когда мы говорили о правоотношениях Мы говорили о правах и обязанностях То есть, этот договор определяет вовсе не ваше прошлое, а ваше будущее Он определяет, как именно и что именно вы будете дальше делать И что будет делать тот человек или тот орган или организация, с которым вы договорились Соответственно, еще статья 153 гражданского кодекса Говорит нам о том, что такое сделка Опять-таки договор Это действия граждан и юридических лиц Направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей То есть, что в договоре написано, то и будет делаться дальше Если вы хотите узнать, что вы будете делать в дальнейшем Вы читаете договор Если вам предлагается, например, вы пришли в банк Или вы, допустим, пришли в какой-нибудь ЖЭК И вы хотите знать, что будет происходить дальше Как будут строиться ваши отношения с этими людьми Вы читаете договор Как понять, что писать в том или ином договоре Граждане, физические лица, юридические лица Приобретают и осуществляют свои гражданские права Своей воли и в своем интересе Они свободны в установлении своих прав и обязанностей На основе договора и в определении любых Но противоречащих законодательства условий договора Поэтому мы делаем вывод Что в договоре мы пишем Именно то, что мы собираемся сделать реально Те решения, к которым мы пришли Те реальные договоренности с нашими контрагентами Партнерами, социальными учреждениями О чем мы реально с ними договорились То мы в договоре и пишем И скачивать из интернета типовой договор Не читая его Это может вас завести достаточно далеко И привести к большим рискам Что вы возьмете на себя обязанности Которых вы на себя брать не собирались И они не в ваших интересах И вы совершенно думали о другом В то же время ваш контрагент Может показать вам на вашу подпись И сказать, что вы именно это собирались сделать И вы уже не сможете от этого отвертеться практически Типичные ошибки при заключении договоров К сожалению, они не связаны с тем Что кто-то не знал закон Или что-то еще Это обычная невнимательность И я вас очень хочу предостеречь От невнимательности Как в вашей частной жизни Так и в вашей профессиональной деятельности Первая ошибка Это не читать, но подписать Люди подписывают кредитные договора Люди подписывают договора дарения квартиры Люди подписывают договора купли-продажи По которым они получат какие-то суммы Которые вообще не похожи на цены квартиры Подписывают вообще все, что угодно Распоряжаются своим имуществом Как собственники Но как попало Не прикладывая к этому Такого-то внимания Во-первых, нужно предостеречь Тех подопечных Которым вы помогаете Чтобы они не подписывали Что-то не читая И во-вторых Может быть даже своих бабушек и дедушек Тоже об этом предупредили Вторая ошибка Это читал невнимательно Но подписал Если что-то не до конца понятно В договоре То его подписывать нельзя Нужно сначала разобраться Потом подписывать Третья ошибка Это читал Ничего не понял Что там написано Но подписал Очень часто такое бывает В договорах с банком Какими-нибудь кредитными Люди не понимают Что там написано Но почему-то ставят свою подпись Потому что, видимо, неудобно Отказать банковскому работнику Так делать нельзя И по всем вопросам Которые у вас возникают В связи с договором Нужно передавать эти вопросы Тому человеку Который этот договор составлял Или тому человеку Который предлагает Вам этот договор Подписать Ну и, соответственно, Четвертая ошибка Это подписать общие фразы Не подумав о подробностях Например, очень часто У нас работники Скачивают из интернета Какие-то общего характера договора И совершенно не думают О подробностях Например, скачивают договор пожертвования А цель пожертвования Они не просматривают И не смотрят Насколько это связано с реальностью Поэтому очень внимательно Нужно относиться к тексту договора Типичные правовые Именно ошибки С которыми иногда Нужно обращаться к юристу Но некоторые из них Можно не совершить Самостоятельно Во-первых, иногда Подписывают договор Не с тем, с кем надо Что это значит? Например, с той стороны Договор подписывал Недееспособный человек сам А не его опекун Соответственно, сделка Это недействительная Если вы помогаете Недееспособному Узнавайте, кто его опекун И пусть этот человек Подписывает с вами договор Иначе у вас могут возникнуть Сложности с опекуном Он будет удивляться Почему вы пришли сюда К недееспособному человеку И с какой стати Вы считаете Что та бумага, которую он подписал Она действует Или, например Вы с кем-то договариваетесь От него Подмахнул договор Какой-то человек А на самом деле Этот человек Не имел никакого права Подписывать У него не было Ни приказа недоверенности И вообще Он позавчера уголился Вот в этих случаях Когда нет полномочий Или нет дееспособности Это называется Подписал договор Не с тем, с кем надо Это такая Достаточно серьезная ошибка Подписать договор Не соответствующий Действительным отношениям Если вы собираетесь Купить имущество То не надо писать Договор О пожертвовании Например Либо если вы Вам собираются Что-то подарить То скачивать из интернета Договор безвозмездного пользования Незачем Сначала Очень хорошо Разберитесь Со своим Контрагентом О чем именно Вы договоритесь И пишите Именно это В договоре Ну и Третья ошибка Подписать незаконный договор Несоответствующий закону Здесь вам как раз Будут подсказывать Юристы Я вам советую Активнее Привлекать Юристов-добровольцев К вашей работе Юристов У нас сейчас Очень много в стране И в общем Для юристов Абсолютно нормальная Практика Помогать Каким-то Возвозмездным образом Некоторые организации Оказывают Юридическую помощь Что называется Пробона Бесплатно Когда человек В свое рабочее время Оказывает помощь Кому-то еще Например Вашей организации Сотрудник Юридической фирмы Какого-то Можно за вами Закрепить Он вам будет Помогать Ну и Юристы-добровольцы Они конечно Вам могут помочь Я думаю Можно попросить Настоятеля Вашего прихода Объявить В храме Что мы ищем Юристов-добровольцев Для того Чтобы помочь И в общем Если юрист Будет приглядывать За оформлением Отношений Это я думаю Хуже не будет Как относиться К заключению Договоров Первое Это читать Внимательно Не нужно бояться Чтения документа Думая Что это некий Такой Тайный язык Который понимают Только Исключительно Юристы И вот Там какие-то Будут написаны Тайные вещи Которые Вам никогда Не понять У нас Договоры Пишутся Составляются Все документы На русском языке И Реализовываться В жизни Будет то Что там написано И среди Бытовых Или простых Ваших Профессиональных Договоров Редко Будут содержаться Там какие-то Сложные Очень термины Если они Вам в договоре Встречаются И значение Вам Их не ясно То нужно Эти термины Просить Уточнять И разъяснять В большинстве Случаев Вам нужно Будет владеть Терминами Социальные Услуги Благотворительная Деятельность Религиозная Деятельность Но на эту Тему Мы проведем С вами Отдельный Вебинар Я вам Какие-то Примеры Документов Дам Как их Составлять Постараюсь Вас научить Как Еще Относиться К заключению Договоров Проверить Полномочия Второй стороны Договора И иметь Уверенность В своих Полномочиях Во-первых Можно попросить Устав Организации С которой Вы договариваетесь Например Какой-нибудь Психоневрологический Интернат Вы можете Прочитать Что он Может делать Какие Полномочия Его директора Соответственно Когда вы Это Прочитаете Вы сможете Понять Как именно И с кем Именно Вам договариваться О чем Что вы Можете Делать Из устава Можно понять Может ли Организация Вести Ту деятельность Которая Указана В договоре Как она Управляется Какие сделки В каком порядке Как заключаются Если Например Написано Что вам Собираются Пожертвовать Какое-то Большое Количество Имущества Ну Например Крупную Сумму Денег То Вам нужно Понимать Что тот Человек Который Подписывает Этот договор Пожертвования Обладает Этими Полномочиями Потому что Например В коммерческих Организациях Можем Могут быть Распределены Полномочия Так что Такую сумму Подписывает Какой-нибудь Исполнительный Директор А после Такой-то Суммы Подписывает Председатель Правления И Если Вас Подписал Не тот Человек У вас Могут Возникнуть Сложности С этим Пожертвованием И вам Придется Его Возвращать А вы Его Уже Потратили Поэтому Внимательно По деловому Подходите К вопросам И заключения Договоров Нужно Знать Свой Устав Для того Чтобы Не заключать Сделки Ему Противоречащи Например Без Ваша Организация Не может Делать Того Что вы Сопираетесь Сделать По этому Договор Устав В общих Чертах Знакомится С тем Как Организация Управляется Кто за Что Отвечает Например Тот же Самый Устав Прихода Или Устав Той Накого В Который Вы Работаете Нужно Просмотреть Документальная Проверка Полномочий Конкретного Лица Подписывающего Под должности Это Приказ О его Назначения И Или Проверка Доверенности Тогда Нужно Получить Копию Со Своей Стороны Тоже Нужно Следить Чтобы Ваши Полномочия Были Подтверждены Либо Это Приказ Назначения На должность Либо Доверенность При заключении Договоров Нужно Задавать Максимум Вопросов При Составлении Текста Договора Что Именно Собираются Сделать Стороны Собираются Ли Сделать Пожертвование Что-то Подарить Что-то Купить Или Продать Оказать Социальные Услуги Кто Что Будет Получать В Каком Порядке Как Когда В Какое Время Как Это Оформляется Как Именно Они Собираются Это Сделать Например В Какое Время Ваши Добровольцы Приходят К бабушке Домой Это Все Написать Можно В договоре Для того Чтобы И сама Бабушка Понимала Что С ней Договорились Именно Об этом А не То Что Там Целый День Будут Сидеть И Опять Таки Все Государственные Органы Или Допустим Соседи Или Родственники Этой Бабушки Которые Приходят Понимали Что В такое Время Пришли Такие Люди И Бабушка С этим Очень Согласна Потому Что Мой Бабушке Бывает Разная Она Может Забыть О том Что Она Собиралась С вами Сотрудничать Получать От вас Помощь Когда Именно В Какие Сроки Что Делается Например Пожертвование Перечисляется В течение Пяти Дней После Подписания Договора Допустим Если Вы Договорились С кем То Что Ему Что Жертвуете То Не Забудьте Донести Договор Бухгалтерии Чтобы Они Могли Перечислить В указанной Договоре Сроки Какая Ответственность Наступит Если Стороны Этого Не Сделают Часто Люди Подписывают Какие Договора В которых Предусмотрена Допустим Достаточно Серьезная Ответственность За просрочку Платежа Но Если Вы Например Закупаете Что Нибудь Для Вашей Социальной Деятельности И заключаете Договор С поставщиком И вовремя Не оплатили То Нужно Смотреть Какая За Это Ответственность Потому Что Как бы Вам Не Оказалось Что Вам Нужно Переплатить За Неорганизованность Почему Решено Так Или Иначе Как Стороны Будут Отчитываться Как Они Будут Передавать Или Получать Что Либо Какой Порядок Взаимодействия Это Важно Не только Для Вашей Социальной Деятельности Задавайте Этого Вопроса Но Вашей Частной Жизни Тоже Ко всем Договорам Которые Вас Просят Подписать Какие-то Люди Нужно Относиться Также Внимательно В общем Любые Другие Вопросы На Понимание Того Текста Который Вас Просят Подписать Можно И Нужно Задавать По Поводу Того Как Нас Часто Просят Подписать Договор Быстренько Это Очень Любят Делать Риэлторы Которые Например Могут Крутиться Вокруг Ваших Подопечных Или Это Могут К вам Не знаю В какой-нибудь Банке Прицепиться Чтобы Вы Подписали Договор Очень Быстренько Договор Напоминаю Нужен Не для Того Чтобы Его Подписать А для Того Чтобы Упорядочить И Урегулировать То Что Будет Происходить С вашими Делами Дальше Если Вас Вынуждает Подписать Договор Быстро Без Серьезных На До Оснований То В этом Случа Вы Настораживаетесь И Как раз Задаете Максимум Вопрос Пример Которых Мы Называли Нет Ли Там Какого-то Подвоха Соответственно По Поводу Заключения Договоров Нужно Не бояться Вести Спокойный Деловой Диалог Это Совершенно Нормальный Рабочий Вопрос Обсуждение Форм Методов Способов Сотрудничества Это Абсолютно Нормально Во всех Случаях Виды Договоров С которыми Приходится Чаще Всего Сталкиваться Социальному Работнику Это Договор Благотворительного Пожертвования Договор Предоставления Гранта Договор О предоставлении Субсидий Субсидий Предоставляет У нас Как правило Государственные Органы Я уже Говорила Что они Делают Это В соответствии Со своими Порядками Которые Они Сами Устанавливают Договор С добровольцем Договор О социальном Обслуживании Договор О сотрудничестве С учреждением И аренда Или безвозмездное Пользование Имуществом Предназначенным Для Социальной Деятельности Это Основные Виды договоров У нас Следующий Вебинар Будет Посвящен Разбору Именно Этих Договоров И Я вам Пожалуй Дам Некоторые Примеры Этих Договоров Для того Чтобы вы Могли С ними Работать Опять Таки Я надеюсь Что вы Будете Внимательно Исследовать Инструкциям И будете Внимательно Их читать Перед Заключением И еще Небольшой Момент Я вам Расскажу Который Касается Защиты Прав Тех Людей Которые К вам Обратились Очень часто Возникают Вопросы Что кому-то Что-то Где-то В органах Социальной Защиты Не дали Люди Начинают Плакать Кричать Обращаться Во все Государственные Органы Подряд И Там Писать Президенту Писать Премьер Министру Основная Тема В защите Прав Людей Это Получить От Государственных Органов Письменный Ответ Вам не положено То-то Потому что По закону Не положено Устно Говорят В каком-нибудь Окошке Куда стучится Бедный Гражданин Обошедший Уже Десять Окошек Таких Вот Слушать Вот эти Все Разговоры Об государственных Органах Управления Социальной Защиты Медицинских Каких-то Бесполезно Устно Они вам Сказать Все Что угодно Во всех Случаях Когда Дают Ответ Что вам Что-то Не положено По закону Или по закону По другому Или вообще Пойдите отсюда Нужно Просить Тех людей Которые сидят В окошечке Дать вам письменный ответ Соответственно Вы пишите им Письменное обращение Вы имеете на это Полное право Соответственно Законом Об обращениях Граждан Вам в месячный срок Должны дать ответ Вы пишите Письменное обращение Прошу разъяснить Мне порядок Предоставления Например Технических средств Реабилитации Если нужна Инвалидная коляска Вы в управлении Социальной защиты Населения И пишите Такой запрос И они вам Предоставляют Письменный ответ Пока вы не получите Письменный ответ Вы не сможете По большому счету На что-то Обоснованно Жаловаться Если письменный ответ Незаконный Можно этот вопрос Проработать с юристом Чтобы он его прочитал Вы можете Жаловаться Прокуратуру Роспотребнадзор Росздравнадзор К учредителю И так далее Пока письменного Ответа Вами не получено Считайте Что разговора Не было При взаимодействии С государственными органами Нужно Разговаривать Только И исключительно Письменно Без этого Они вам наговорят Они вас напутают И в общем К сожалению Это происходит Слишком часто Там Не знаю В 90% случаев Людям приходится Обходить кучу окошек И нигде Ничего не добиться В этот момент Нужно понимать Что с государственными органами С государственными Учреждениями В случае каких-то проблем Мы общаемся Письменно Письменный ответ Это документ На который Может в дальнейшем Ссылаться Хоть в суде Хоть в проверяющих органах Вот Это основные моменты Которые я вам Хотела рассказать В качестве Вводного семинара Конкретику Мы будем разбирать Продолжение следует Продолжение следует...